Итальянская забастовка 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 прописывать нормы поведения на митингах как организаторов, так и участников? Или вы считаете, что действующего законодательства вполне достаточно, чтобы регламентировать вот этот... Начнем с того, что и действующего законодательства достаточно. Но когда пытаются смешать уголовное и административное право, когда мы видим примеры, что за сокрытие информации об убийстве 12 человек дают штраф 150 тысяч, а за нарушение якобы какого-то порядка на митинге готовы дать штраф 300 тысяч рублей, мы понимаем, что это неправильно, это не соответствует 31 статье Конституции Российской Федерации, где четко говорится, что российские граждане имеют право, граждане Российской Федерации имеют право свободно собираться, без оружия, мирно и участвовать в митингах, шествиях и демонстрациях. К сожалению, этот закон пытается перечеркнуть 31 статью Конституции, поэтому мы не согласны идеологически. Если необходимо установить более жесткое, например, наказание за нахождение в маске во время проведения политической акции или любой иной, потому что если просто, как сегодня господа Нероса предлагают, завтра вы устроите карнавал, наденете красивую тамашку какой-нибудь зверюшки или еще что-то, и вас только тут же ОМОН начнет забирать и штрафовать мировой судья, потому что это абсолютно неправильно. Так вот, мы считаем, что необходимо ужесточать уголовное законодательство. Если кто-то посягает на жизнь полицейского, посягает на его здоровье, давайте ужесточим, давайте тюремный срок больше давать, давайте ужесточать им на уголовную составляющую. Но когда мы видим, что через внесение поправок в административный кодекс пытаются просто запугать людей или привести к тому, чтобы людям было страшно, боясь за свой кошелек выходить на улицу, это неправильно. Но я, пользуясь возможностью, хочу сказать, что, как у нас всегда на Руси бывает, реакция будет обратной. Многие люди, которые еще вчера абсолютно равнодушно смотрели на митингующих на болоте площади, окупая ба и прочее, сегодня понимают, что им пытаются закрыть, заткнуть рот, пытаются нарушить их кондиционное право на любые выступления на улице, они готовы будут выходить, невзирая на то, что их якобы будут наказывать рублем. Есть такая хорошая пословица «Не буди лихо, пока оно тихо». Так вот, мы предлагаем господам-единоросам, не будет лихо. Получается, что вы против этого законопроекта как по форме, так и по сути? И по содержанию, и по форме, и идеологически, какие бы поправки ни были приняты в конечном итоге, наша фракция принципиально будет голосовать и во втором стиле, и в третьем стиле против этого закона. Сергей Михайлович, мы общались с вашими коллегами, депутатами из фракции «Единая Россия». Собственно, главный посыл, который они вкладывают в этот законопроект, собственно, сделать так, чтобы свобода не превращалась во все дозволенности. Естественно, те массовые акции, которым мы были свидетелями, они во многом взбудоражили общество, и есть некая опасность, что это может перерасти в какие-то стихийные шествия, демонстрации. Вот все-таки вас это не беспокоит, и как этому противодействовать, если вы считаете очень необходимым? Два примера, два аргумента в пользу нашей позиции. Мы помним первый огромный митинг на Болоте, мы помним митинг на улице Сахаров, мы помним прогулку писателей, где, какие нарушения. А сегодня все, кто вышел туда, они бы поддержали административному либо задержанию, либо аресту и штрафу до 300 тысяч, организаторы там до полутора миллионов рублей. Мы считаем это неправильно. Если есть необходимость действительно жестко вычленять и наказывать тех, кто нарушает наш покой, кто ведет настоящую войну против полицейских, я еще раз говорю, давайте ужесточать уголовное наказание и уголовное законодательство. И давайте будем четко спрашивать с органов правопорядка, чтобы они не по два месяца высматривали, кто это там, значит, нарушал, кто это кидал камнем в полицию, оперативно бы реагировали, задерживали таких людей и наказывали. Но сегодня мы видим, что это попытка действительно решить граждан Российской Федерации право на свободное счастье, митинги и демонстрации в соответствии с 31 статей на статусе. Именно поэтому мы против этого забота. Опять же, Единорусы приводят в пример законодательство зарубежных стран, где все достаточно жестко регламентировано и прописаны нормы, кто что может делать, за что участники могут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной, скажем, в США до 10 лет, возможно, в качестве наказания, если человека застали с оружием или с предметом, который мог использоваться в качестве оружия. Как вы только что слышали, за такие вещи я и предлагаю именно не административный кодекс, а именно уголовный кодекс. Ну а мой ответ, господи Амин Ароссом, который любит ссылаться на опыт законодательства Франции, Америки, я приведу Францию. Ну, я не буду говорить о том, что во Франции 200 лет демократии, у нас только ситуация с небольшим. Я могу просто задать риторический вопрос. Граждане Российской Федерации сегодня могут представить себе ситуацию, когда на недавних выборах президента Франции, мало кто знает, у них нет Центральной избирательной комиссии, у них подсчет голосов ведет МВД, полиция. Я напомню, что господин Саркази был министром внутренних дел. Вот можете себе представить, что бывший их шеф проигрывает полтора процента, и ни у кого нет вообще никакого желания и даже необходимости протестовать. Все заранее знают, что подсчитано по-честному. Так вот, если там законодательство ужесточается, все прекрасно понимают, что есть демократические свободы, на которые никто не покушается, есть опыт взаимодействия власти и граждан. У нас такого опыта нет. У нас есть опыт монополизма одной политической партии, партии «Единая Россия», которая действует по принципу «А, чего изволите», а второй принцип – сделать так, чтобы ни у кого не было невозможности, ни даже желания каким-то образом протестовать и против монополизма. А самое главное – то, что сейчас спешат 12 июня, на мой взгляд, это такая ширма. Главная задача этого закона – предотвратить возможность социального выступления народа осенью, когда люди столкнутся с повышением тарифов на ЖПХ, столкнутся с сведением действия 83-го федерального закона, когда, может быть, за предметы в школе родителям придется платить, завезли терапевту, придется платить. Когда Россия вступит в ВТО, и у нас рухнет ноги отрасли экономики, хлынут сюда неконкурентные товары по сравнению с российским рынком, взлетят цены, и мы получим то, что получим. Поэтому мы понимаем всю подоплеку этого антинародного и абсолютно одиозного закона, и наша фракция занимает принципиальную позицию, голосовая против, а сейчас в рамках второго чтения мы пытаемся максимально затянуть рассмотрение данного вопроса. Ну и хотелось бы узнать Ваш прогноз, все-таки как будет развиваться ситуация с рассмотрением поправок в кодексе об административных правонарушениях. Я думаю, что сегодня Государственная Дума закончит работу, возможно, далеко заполнишь, если не случится пробуждение здравого смысла и не перенесется, например, рассмотрение на завтра, что было вполне логично. Наша фракция готова работать столько, сколько нужно. Я лично буду находиться в зале, вот сейчас я вышел к вам, сейчас снова вернусь в зал, просит еще прямой эфир, я буду иногда выходить, но в принципе я работаю здесь, на Государственной Думе, буду находиться в зале. И мы будем это делать. Но прогноз мой совершенно очевиден, потому что в конце концов имеет 238 голосов, Единая Россия продавит данный законопроект, и сегодня проголосует и не только во втором чтении, но и в третьем. Таким образом, чтобы завтра передать законопроект в Совет Федерации. И Совет Федерации простампует завтра, послезавтра, допустим, президент подписывает, хотя, выскажу еще раз надежду, может, президент подумает и раздумает подписывать данный одиозный законопроект. И тогда 12 июля, вот вам бабушка Юлия Евгень, подарочек гражданам Российской Федерации в День России. Ограничение конституционных прав граждан Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова